Тысячи звёзд окружают наш Млечный Путь Множество видов существовало на нашей Земле И одна из них была уничтожена, стёрта с лица Земли И не оставив почти никого Метеорит уничтожил почти всю жизнь на Земле Но вот кое-что смогло уцелеть и остаться в недрах Земли Но люди смогли возродить один из умерших видов Но если есть возможность возродить, почему они и стали против нас? Неужели мы где-то упустили деталь и не смогли подчинить их своей воле? За это нам придётся сильно заплатить Ведь они голодны, готовы искать нас Ради того, чтобы выжить А мы останемся лишь со своей верой Как будто это нам поможет Запись первая Инцидент Сан-Диего Данное видео начинается со спальни человека В панике он включает свет и подходит к окну Но замечает лишь уезжающую машину И пустую ночную улицу Отвернувшись от окна, срабатывала сигнализация Рядом никого не оказалось Человек решает проверить задний двор Только вот тут никого не было Тут машина ломает забор Будто кто-то её толкнул с большой силой И через пару мгновений мы увидим того, кто это сделал Под грохот мы видим голову динозавра Который бродил по улице Человек быстро прячется от данного хищника Уже дома он поднимается на второй этаж За окном уже ждал гостей этой ночи Опустив жалюзи, можно было выдохнуть спокойно Ведь угроза ушла к нулю К сожалению, человеку всё это не помогло спастись Запись вторая Найденные записи со вампоста Б Дальше нас встречает текст В который впервые упоминается компания Инген Также найденные записи датируются августом 1992 года К тому же место локации данной записи был парк Запись представляет из себя архивные кадры Из камер видеонаблюдения По первую, всё было довольно нормально Однако везде отключается электричество После превращения записи в кашу из пикселей Мы переключаемся на карту местности Эта зона помечается как отключена Все системы вышли из строя После диалога, место действия переносится в место сбоя в зоне Теперь мы будем видеть от лица работника В этом месте наступил мрак Ко всему прочему, шёл дождь, который усугублял всю ситуацию Человек доходит до здания, по лестнице забираясь наверх Начинаются помехи Зайдя в помещение, мы можем понять, что здесь находится источник резервного питания И недолго думая, человек включает аварийный источник Теперь все системы заработали заново Благодаря свету, теперь видно, что один экземпляр выбрался на свободу Поняв всю плачевность данной ситуации, он начинает бежать до своей машины Но здесь его ждёт довольно нам знакомый хищник Сперятавшись в контейнере, тираннозавр не оставляет попытки добраться до человека Со временем, как всё успокоилось, человек намеревается убежать с этого места Но, к сожалению, ему не повезло Запись третье Безопасность при враждебных динозаврах Здесь будут рассказывать о том, как себя вести при том или ином виде динозавра В свою очередь для этого есть свои службы И также идёт рассказ о заборах Который предназначен для предотвращения побега динозавров из своих загонов Но у этих заборов есть свой нюанс Они работают с электричеством Потому, если будет шторм, то система, питание отключится и хищники будут освобождены После данного момента говорят, что просмотр данного материала запрещен К тому же, эту запись нужно выбросить На этом заканчивается данный видеофайл Запись четвёртая Побег Велосараптора Вначале показывают лого компании Датируемая 1981 годом А 25 кадром есть надпись, гласящая «О ней быстрее тебя» Тут идёт аудиозапись По всей видимости в момент аварийной ситуации После помех показывают сломанные ворота Далее идёт дата этого случая После идут фото с тираннозавром На последнем он приблизился довольно жутко к камере Вернувшись снова к видеоуроку Потому, что делать с тем или иным динозавром На этот раз будет велаться раптор Нам говорят, что они умеют развивать скорость до 40 миль в час Если переводить на наши, то это будет 64 км в час Преподнеся такую информацию, идёт речь Роберту Что они быстрее тебя Тебе не удастся сбежать от них обычным бегом Дальше идёт кадр с тёмным коридором В котором видны чьи-то глаза В итоге появляются кадры с выжившим человеком Который застрял в столовой Если судить по обстановке Прятавшись Он пытался выбраться Но, к сожалению Ему это не удалось Запись пятая Деннис Тодд 1994 год Это маленькое видео рассказывает о Тодде Которого нашли в офисе службы безопасности На складе 13 И данная реплика повторяется ещё несколько раз В итоге под конец Виден логотип уже нам знакомой компании А потом чёрный экран В котором ничего больше и не было Забись шеста Т-98 Засада на спинозавра Всё так же нас встречает лого компании Во временном промежутке Это было 13 июля 1998 года В безопасной зоне Б Тут нас приветствуют и говорят Что это новая часть о технике безопасности И о том Как справляется с трудными ситуациями С которыми мы можем столкнуться На объекте Который представляет из себя остров Раздел первый Предотвращение паники стиранозавров Стегозавров у них является самым красивым Но тем не менее Они довольно опасны Данные динозавры не любят мерцающий свет Так же внезапные звуки А такие как автомобили, лодки Или что-нибудь Имеющие громкую сигнализацию Так же тут упоминаются 14 человек Встреча со спинозавром была не очень приятной Встреча со спинозавром была не очень приятной Это произошло 5 августа 1997 года Нам обещают, что они будут делать всё возможное Чтобы такое не повторилось с нами Дальше идёт диалог между человеком и Генри Звонивший человек говорит о странном существе во тьме Оно имело вытянутую морду И было немного больше его Он заперся в офисе в надежде выжить И это было последнее место, в котором он мог бы выжить Генри предлагает смотреть на камеру Систему наблюдения Адак это существо теперь находится в здании Человек говорит, чтобы как можно быстрее прислали помощь Ибо ему больше некуда идти И этого последний шанс Он свыше как это Идёт в здание И оно знает, что находится здесь По системе можно видеть, как существо приближается к человеку С каждым разом приближаясь Генри говорит, сохраняет спокойствие По советам он решает дальше проверять камеры В одном моменте можно видеть велосераптора А по карте видно, что он становится ближе Снова человек обращается к Генри за помощью Он говорит, что сильно напуган И спрашивает, что ему делать Но ответ был довольно странным Мы тебя запомним Конечно, человек был крайне взмущён И запрашивал как можно скорее помощь Тем более, шутить в это время не лучшее время Во всём этом можно видеть большой рептилии глаз Это означает, что динозавр уже здесь И по карте это прекрасно видно После того, как велосераптор достиг человека Нам продолжают рассказывать о динозаврах И с динозаврами только днём приходят И они довольно легко приручаемы Тем не менее, это не делает это у динозавра безопасным Потому работникам и людям Не стоит близко подходить к загонам Особенно если уже за 12 часов ночи Ибо двери будут закрыты После он станет враждебным Даже не пытайтесь спрятаться Он слышит и чувствует тебя Где бы ты ни был И когда он найдёт тебя Тебе лучше надеяться, что мы его накормили Достаточно Они думают, что я монстр Если меня называть монстром Мост, которого они получат Запись 7. Обучение враждебным встречам 1996 год Это видео повествует о презентации Созданной специально для работников Ведь на работе может произойти множество опасных случаев И благополучие работников для них важно Продолжая нам повествовать о том Что делать при встречах с опасным лицом Для этого есть 5 шагов спасающих жизнь Первое Это не пытайтесь бежать и не двигайтесь Второе Нажать кнопку экстренной помощи Находящейся на рации Которая должна быть на правом бедре Данный сигнал будет послан к ближайшему пункту службы безопасности Шаг 3 Сохраняйте спокойствие Пока не прибудет помощь Шаг 4 Если объект движется к вам Не двигайтесь Шаг 5 Вы можете двигаться тогда Когда спасательная команда Полностью обезопасила объект На этом Заканчивается данная презентация Нам говорят, чтобы мы это запомнили Ведь кто знает Что может произойти потом Это был ее первый и последний день Она не видела презентацию Ее последние минуты Когда она кричала о помощи по радио Я не могу выбросить ее крики из головы Прекратите это Я не могу Запись 8 Предупреждение о тропическом шторме 1993 год Передача прерывается Система экстренного оповещения Которым рекомендуют Найти убежище И ждать дальнейших инструкций Во время отключения электричества Воль 25 тысяч человек Однако во всем этом 17 человек пропали без вести 12 были найдены целыми и невредимыми Известно Лишь двое погибших Все еще работающие системы безопасности Обнаружили в общей сложности Семь объектов Выходящие из своих вольеров И бродящие по парку Только трое были найдены Четверо все еще не найдены После помех Идут крайне жуткие кадры На них изображены Найденные тела Которые были недалеко от парка Позже их опознали Как Клайда Джонса И Эмбер Джонс Была найдена компактная камера На него было сделано Лишь одно жуткое фото На показе данной фотографии Данная запись заканчивается Запись 9 Переезд 1993 год Реклама фастфуда прерывается Ingen Security Здесь идет что-то напоминающее Дисклеймер Или предупреждение Но из-за качества И искаженности записи Трудно разобрать о чем тут идет речь Благо скоро Данный момент завершается И дальше нам представляет Проект переезда Данный проект представляет из себя Перемещение объектов С высоким уровнем опасности На площадку Б Это нужно чтобы работники Имели более низкие опасности С данной работой А данная зона закрыта Для обычных посетителей И она расположена В другой стороне данного острова К тому же Это место пока нигде не зафиксировано Что очень радует Высшее руководство Поэтому они будут дальше скрывать Данное место С какой целью Только непонятно У них в списке Лишь 4 объекта Которые нуждаются в перемещении Немедленные перегрузки Немедленные перегрузки Требуют объект 23 41 12 В том числе и объект 87 На данном моменте Данное видео Заканчивается Разве что Надписи мелькавшие Рассказывают немного иную картину Некоторые из них Трудно читаемы И не поддаются переводу Вот некоторые из них Ложь и ложь Царство уже Запись 10 Совещание 1994 Год Эта запись повествует о болезни Симптомы которого Различаются у каждой особи Первым кто начал проявлять Симптомы заболевания Стал объект 87 В общей сложности 56 объектов погибли Из-за этой вспышки В свою очередь Работникам следует держаться Подальше от объектов Имеющие следующие симптомы Первое Прилив крови в глаза Второе Недостаток еды Третье Кашля с кровью Четвертое Повышена агрессивность Если хоть один симптом Наблюдается у динозавра Следует сообщить Руководству Для во избежания Последующего Заражения человека Название у него DX Virus И далее Буду держать в курсе Под конец Нам показывают фото людей Некоторых из них Мы уже видели Или слышали Неизвестно почему Они здесь Возможно Они заразились Но текст в конце Также не раскрывает Никакой информации По этому поводу На этом И заканчивается данный Аналоговый хоррор Который показал вирус Заразивший динозавров Потому неправильный контроль За ними Повлек за собой Такие Ужасные последствия Для людей На этом Заканчивается данное видео Продолжение следует...